доброго времени суток друзья приветствую всех на канале эрзон game и сегодня предлагаю вам посмотреть один на любопытный проектик который называется new criminal world естественно расположенный на рейд чемпе gta 5 ну начинается все с кастомизации персонажа и тут в общем-то говорить не о чем сделано все как обычно я бы сказал так классический можно вертеть персонажа с помощью зажатия кнопки control ну и остальное все выполнено в виде ползунков кастомизации много но она обычная в общем-то не встречались не проекты где есть какая-то уникальная кастомизация единственное что на некоторых проектах это исполняется каким-то интересным способом вот я показывал как например можно было кастомизировать с помощью мышки просто вводим мышку и персонаж меняется но здесь все выполнено видео ползунков поэтому особо здесь задерживаться не будем а вот место появления достаточно странное но здесь сразу же идет пояснение что проект находится в разработке то есть он даже еще не об это не какая-то тестировочная часть и он просто еще в разработке но уже можно зайти и что-то посмотреть вот этим мы сейчас и займемся ну а сама же точка появления выбрана так не случайно так как проект еще только в разработке и здесь в принципе смотреть еще не на что не экономики никакого-то лора нету поэтому разработчики поставили вас сразу же на первое место которое вы можете посмотреть связаны с рабочими занятиями и посмотрите как выполнено рабочие занятия здесь подошли еще и с чувством юмора вы тележкой рабочие строительной тележкой ловите кирпичи которые вам бросает снизу один из работников и по мере того как вы будете с этим справляться работников будет все больше и больше естественных кирпичей не будут бросать все быстрее и быстрее и все естественно больше и больше есть шкала шкала обозначает сколько раз вы можете промахнуться то есть не поймать кирпич вот на следующем рабочем занятии вы можете заметить что уже двое работников бросают кирпичи и начинает гулять камера вот этим гулянием камеры я не очень согласен. Камера гуляет вверх-вниз. Иногда она закрывает работников, которые бросают. Вы не видите, откуда летит кирпич. А иногда эта камера закрывает тележку. И вы не видите, где у вас стоит тележка. Ну и, естественно, с третьим уровнем появляются три работника. И кирпичи начинают лететь еще быстрее. И камера начинает сходить с ума. Вот по поводу камеры я не согласен с разработчиками. Зря они это сделали. И так-то очень сложно ловить эти три кирпича, которые летят от трех разных работников в разных направлениях. Но еще вот эта камера, она абсолютно мешает вам. Здорово мешает. Причем мешает она тем, что она то закрывает работников, то закрывает тележку. Не очень хорошее решение с вот этой вот гулящей камерой. Причем камеру вверх-вниз вожу не я. Она сама, она такая рандомная. Она то вверх поднимается, то вниз. Но, в принципе, рабочее занятие прикольное. С чувством юмора, интересное. Ну и такого я не видел нигде. Здорово придумано. Молодцы на самом деле. Напряжно, прикольно. По крайней мере, какое-то время провести здесь можно. Мне так очень понравилось. Ну и да, может быть всерьез вот этой работой заниматься никто и не будет. Так я так думаю, что разработчики и не настаивают на том, чтобы это было основное ваше направление. Это изначальная работа. Вот зашли, повеселились. И вот, кстати, в этот момент камера начинает вообще сходить с ума. Это уже четвертый уровень и ловить с такой камерой вообще, кстати, невозможно. Вот над камерой бы я поработал. Потому что, ну, совсем, конечно, она выглядит нехорошо. Вот такое вот рандомное поднятие или опускание камеры надо, конечно, убрать или сделать его более мягким. Оно очень здорово мешает. Вы просто не видите, куда летит кирпич и откуда он летит, тоже не видите. Все из-за этой дурацкой камеры. Ну, и следующее, наверное, скорее всего, какое-то временное решение. Это вот такая вот табличка, позволяющая вам выбрать один из вашего транспорта. И вам сразу же при заходе дается какая-то машинка, которую вы можете со спамить, ну, в любое место. Также уже готово и основное меню персонажа. То есть, что-то вроде планшета. Есть кнопка выключения, есть вот такие вот уже добавленные иконки. Здесь можно посмотреть, какие интерьеры в каких домах присутствуют на этом проекте. Правда, я не нашел, где продаются дома. Я видел на карте купленные дома, но где их искать, сколько они стоят, я так и не нашел. Продающиеся дома на карте не обозначены. Ну, это тоже, может быть, временно, просто еще не добавили. Далее, тут же еще есть и настроечки. Можно подсвечивать свой никнейм, можно выключить, можно FPS себе назначить. Есть такие вот, кастомизация Huda. Также вы можете заметить, что здесь есть и рабочие занятия, тоже сюда добавлены, связанные, например, с доставками либо грузовиком, либо на мотороллере, то есть почтовая служба. Можно выключить радио, но не работает. Я выключил, но когда вы садитесь в машину, радио все равно орет. То ли еще не доделали, то ли еще это в стадии вот какой-то разработки. Также есть список рабочих занятий, которые здесь есть, или которые, скорее всего, здесь еще будут, потому что многих из этого я не нашел. Также здесь есть такая вкладочка, которая мне понравилась и понравилась, в принципе, задумка. Выглядит это вот так вот. И задумка авторов в том, что на одном из рабочих занятий вы можете найти кусочки, фрагменты целой карты. И при составлении вот этой всей карты вы получите приз. Приз на выбор. И здесь список того, что вы можете выбрать. Я немножко поработал и у меня появился один фрагментик. Ну, один фрагмент, конечно, ничего не решит, но задумка интересная. Вы работаете, получаете удовольствие от работы, как-то прокачиваетесь, получаете зарплату. И еще, как дополнение, вы можете собирать вот эти вот фрагментики, за которые в результате вы получите неплохой бонус. Прикольная задумка. Будет интересно посмотреть, как она будет выполнена. Ну, и воспользуемся этой постоянной, или, может быть, временной функцией спауна машины. Машинка дается вот такая вот. И, в общем-то, она наша. Можем ее убирать и доставать в любом месте. Дальше опять, при том, как вы садитесь в машину, врубается радио. Хотя в меню есть его выключить. Наверное, просто еще не работает. На блок хам, на правую сторону клавиатуры, выведены все вот эти вот взаимодействия. Открывание и закрывание дверей, капота, багажника. Также можно заметить, что по городу ходят боты. Хотя это рейч МП, а не 5М. И вот, не знаю, наверное, не самое лучшее решение на базе платформы рейч МП добавлять в город ботов. Не знаю. Время покажет. Пока переходим к другой работе. И это работа спасателя. Сразу же видно, что выполнена она очень сыро. Вы перекидываетесь вот в такое место. Наступает ночь. А, соответственно, значит, это где-то происходит на параллельной карте. Они в самой игре нас куда-то перекидывают. Дальше у нас есть очерченный круг на воде, куда нам надо заплыть. И тут в полной вот этой темноте в кромешной искать людей, которые здесь плавают. Ботов, естественно. Они кричат. И когда сверкает молния, их, в принципе, неплохо видно. Дальше надо подплыть к этому боту для того, чтобы его спасти. Как только вы подплываете, надо переключиться пробелом, причем переключаемся на вид от первого лица. И у нас появляется в руках спасательный круг. Он выглядит, правда, он такой детским каким-то надувным спасательным кругом. Но левой кнопкой мыши мы бросаем примерно в сторону бота. И если попали, то вот он на него одевается. Дальше правой кнопкой мыши надо подтянуть бота к лодке. Ну, и на этом будет считаться, что мы его спасли. Больше никаких анимаций нет. Боты не появляются в лодке, они просто исчезают. Вот как сейчас. Вот раз, мы его типа спасли. И плывем, естественно, к следующему. Выполнено, вернее, задумано, прикольно, но вот исполнение пока мне не нравится. Но проект разрабатывается, и я думаю, что это такой грубый набросок того, что мы будем видеть в дальнейшем. Работу спасателя. Во-первых, здесь неудобно сделан вид от первого лица. Абсолютно неудобно. Лодку катает, качает по-всякому. Ни хрена не видно. И потом очень резко переходит вот на подводную лодку работа. Без каких-либо предупреждений. Просто раз, и вот мы на подводной лодке. Что произошло, что я сделал, хрен его знает. Я ничего не понял. Но, как я сказал, скорее всего, это вот такой грубый набросок. Просто макет того, что задумал автор, и как это примерно будет потом выглядеть. Пока это все очень сыро и неинтересно сделано. Это надо допиливать. Но задумка прикольная. Вот по спасению людей, утопающих, я такой работы не видел. По подводному подбору каких-то предметов я такую работу уже показывал. Вот хоть убейте, сейчас не вспомню, как называется проект. Но я играл, показывал, как это выглядит. И точно так же мы плавали по дну на этой же самой подводной лодке и собирали похожие примерно предметы. Здесь же надо собирать и утонувших, которых, видимо, вы не успели спасти, и их предметы вот эти вот сундучки, которые разбросаны здесь в этом же кругу. Я так понимаю, что если рассуждать по лору этой игры, то после кораблекрушения были раскиданы по дну морскому и утонувшие люди, и вот их вещи какие-то. В общем-то, этим нам и надо заниматься. Подбирать утопленников и вот эти вот вещи. Заканчивается миссия, как и начинается, тоже непонятно на чем. Вот просто табличка, и что я собрал, что я сделал, бог его знает. Денег никаких пока нету. Капает какой-то опыт, денег я не нашел. Вот я облазил все менюшки, планшетку всю, нету, денег нету, я не понял, где здесь деньги. Хотя цены на каких-то локациях есть. Ну, может быть, я просто не нашел, они как-то скрыты где-то, не знаю, действительно, но я не нашел, где здесь деньги. А может быть, и скорее всего, что просто еще нету самой экономической составляющей. Есть просто какие-то наброски того, как будет выглядеть проект. Ну, и вот еще одна из работ, которые здесь есть. И тоже в таком вот грубом виде. Во-первых, начинается все вот так вот. Вертолет, ой, вертолет, самолет стоит в воздухе, заводим, и он сразу же пикирует вниз. Наша задача, в общем-то, простая. Здесь на карте есть зеленые метки. Пока что они разбросаны, хрен знает как. Просто они есть, и все. В дальнейшем, наверное, как-то будет это все упорядочено, и нам надо будет летать над какими-то полями, например. Ну, я не знаю. Работа называется ороситель, но, видимо, мы орошаем. Хотя сейчас, видите, сзади самолета идет хвост из какого-то зеленого дыма, что, в общем-то, по смыслу не походит к работе оросителя. Ну, а вот те самые зеленые маркеры, по которым нам, в общем-то, надо летать. Ну, вот и вся работа. Такую работу я уже видел на каком-то из проектов. Опять, сейчас не вспомню. Там это была одна из профессий, которые занимались на ферме. Было несколько этапов достижения новой профессии на ферме. Там сначала ты просто собираешь тыквы, потом ты бригадир, потом тракторист, и как финальный этап этой работы была вот как раз работа летчиком. Ну, а заканчивается работа вот так вот. Раз, и все, она закончилась. Ну, и скорее всего, что это вот как и работа спасателя, скорее всего, еще такая вот грубая болванка, просто авторы хотят показать, как будет и какая вообще концепция этой работы. Как это будет выглядеть? Примерно, пока еще только примерно. Поэтому нету ни начальной точки, ни конечной точки, но и денег, как видите, ну, нету никакого оповещения, что я что-то заработал. В правом нижнем углу есть некий опыт, а вот денег-то нету, я их не вижу. Они нигде не капают, и нет никакого оповещения о том, что деньги мне начислены. Как я уже и сказал, скорее всего, что экономики просто пока еще даже и нету, поэтому ничего мне и не капает. И вот следующая работа, которую хотелось бы показать, а это работа дальнобойщикам, выглядит это вот таким вот образом, в общем-то, такое стандартненькое место, здесь идет вот краткая аннотация, которую надо прочитать, и, в общем, нам здесь предлагается купить машину и с помощью приложения воспользоваться им и поработать. но при нажатии купить выскакивает, что не хватает денег. А каких денег-то, блин, их-то еще и нету даже, никаких денег. В общем, показать эту работу не смогу, но работать надо будет через приложение, которое есть в планшете. Выглядит планшетка вот таким вот образом, я ее уже показывал, кстати, вот картиночка, которая мне выпала. Вот надо собрать целое полотно из таких вот фрагментов, и тогда вы получите приз. Ну, а вот само приложение, которым вы будете пользоваться, если вы устроитесь работать дальнобойщиком. Выглядит это вот таким вот образом. Есть карта, есть список заказов. Выбираете заказ, нажимаете взять, и на карте загорится точка. В общем-то, в описании все написано, куда вы поедете, и что вы будете делать. Точно так же здесь есть работа курьера. Выглядит это как и работа дальнобойщика. Есть небольшой, правда, список. Нажимаем взять, и отправляемся. Точка выпадает абсолютно рандомно. Абсолютно. Данная точка упала в 50 метрах от дальнобойщиков. Забираем ее. Пока еще нету никаких анимаций. Ничего нету, как вы видите. Обычный, простейший скрипт стоит, точка А, точка Б. Все. Пока ничего нету. Заехали на зеленый маркер, взяли посылку, на красный, который, вот как я сказал, выпадает абсолютно рандомно. Хрен знает, где он может быть. Пока это выглядит вот так. Ну и боты. Мы находимся на Рейч МП. Это не 5М. Что здесь делают боты, я понятия не имею. Ну и они ведут себя вот так вот. Пол города стоит. Есть боты, которые что-то там пытаются ходить, но в основном они вот в таком положении, как зомби. Стоят и все. Ну а больше здесь показать пока что нечего. Проект находится в разработке. Это даже не тест, это просто открытая версия разработки. Разработчики что-то делают, внедряют, но проект все время открыт, вы можете зайти, потестировать и выйти. Играть здесь пока что не во что. Поэтому вот такой вот проектик. Если кому интересно, зайдите, посмотрите, потестируйте. Может быть оставите какие-то свои комментарии в группе ВКонтакте или свяжитесь с разработчиками и накидайте каких-то своих советов. Ну а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok